Для того, чтобы раскрыть данную тему, нам нужно разобраться с ключевыми понятиями, такими понятиями, как диалог и межконфессиональный. Диалог с греческого языка означает разговор. Это обмен высказыванием в устной или письменной форме. Диалогический подход используется для того, чтобы более глубже разобраться в спорных вопросах, понять некие основания, которые стоят за конфликтами. Диалог – это не судействие, неизвешивание принятия решений, это понимание и обучение. Диалог опровергает любые стереотипы, позволяет людям создавать доверие, быть открытым перспективом, который отличен от их собственных взглядов. Конфессия с латинского языка означает исповедание. Это определенное направление в рамках одной религии или особенности вероисповедания в рамках одного религиозного учения. К примеру, мы можем привести исламские течения и школы. Межконфессиональный диалог таким образом означает диалог между конфессиями. Но также часто данные понятия используются для того, чтобы обозначить диалог между религиями. Поэтому очень важно помнить и использовать данное понятие в зависимости от контекста. Основные цели межконфессионального диалога. Первое. Диалог нужен, чтобы разрешать спорные существующие возникающие противоречия. Второе. Для того, чтобы не было политизации этничности и религиозности со стороны политиков и религиозных лидеров. Третье. Для того, чтобы было нравственное, духовное и гуманитарное просвещение. Четвертое. Важно формировать межконфессиональную и межэтническую толерантность сознания людей. Часто мы понимаем внутрирелигиозную и межрелигиозную толерантность как веротерпимость. На мой взгляд, данное понимание является узким и не позволяет нам полностью осознать и использовать потенциал диалога как нужного подхода. Условия для успешности диалога. Первое. Готовность с каждой из сторон. Второе. Фасилитация, тщательно продуманная и подготовленная. Третье. Наличие и устойчивость платформы. При этом важно помнить, чтобы была институциональная память, а не только межличностные отношения и контакты. Также нужно различать уровни диалога. Внутристрановой и международный. Формат диалога. Который часто предполагает участие государств, религиозных лидеров и ученых. И это особенно важно для международного уровня диалога. Для диалога на международном уровне большую ключевую роль играет государство. Но очень важно помнить, что важную роль также играют и религиозные ученые, которые представляют различные религии. Именно ученые дают оценку, объективную, религиозно-правовую, для тех событий, которые происходят в современном мире. Не менее важным условием для диалога является необходимость охватить все средства коммуникации, в том числе и социальные сети. Последнее, не менее важное и нужное условие – это комплексность подхода. Часто это выражается в том, чтобы работать через систему образования. Нужно внедрять необходимые предметы в школьную программу. К примеру, мы говорим о таком предмете, как история изучения религиозных культур. Но часто так бывает, что во время занятий дается только история и особенности этих религий. Но очень важно развивать толерантность, терпимость к многообразию этническому и межконфессиональному. Плюсы межконфессионального диалога заключаются в том, что на основе взаимного понимания и уважения среди представителей разных конфессий можно будет развивать сильные государства, которые, в свою очередь, опираются на открытое, сплоченное и высококультурное общество. Вместо заключения хотелось бы сказать, что Центральная Азия находится на перекрестке цивилизации, религии и культур. В сознании и практиках наших народов присутствуют основы к толерантности, культурные и этические основы. Именно это нам нужно использовать для развития наших стран и в целом для мира во всем мире.